В начале казаки были почти сплошь неженатые. Да и как было обзаводиться такой обузой, как семья, когда ни одной минуты не уверен в собственном существовании? Церквей на Дону в начале почти не было. По неволе приходилось обходиться без церковного брака. Жен брали, где придется. Сватали русских девушек, сманивали живших рядом турчанок крымских татарок, черкешинок. Казак невесту приводил в станичный круг. Оба молились перед образами и кланялись на все четыре стороны. Признанный кругом муж покрывал жену полою своего кафтана и уводил к себе в куриль. Если супружество было неудачным, то развод проходил столь же просто. Муж приводил в круг жену и, отстраняясь от нее, говорил, что она больше не жена. Станица одобряла и развод совершал. Если в толпе находился претендент на руку и сердце только что разведенной женщины, то с ее согласия новый муж покрывал ее полою и заключался новый брак. Прежнему мужу обыкновенно платились отступные. Во времена Петра I на Дону стали вводить церковный брак. С тех пор и начали в Донских станицах играть казачью свадьбу. Свадьбы обычно устраивали осенью или зимой, когда казаки освобождались от полевых работ, а иногда и весной, чтобы к началу полевых работ в семье была еще одна работница. Чаще всего родители сами объявляли сыну свою волю в выборе невесты и отправлялись на смотрение. Гости ели угощение медленно, чтобы дать возможность жениху рассмотреть невесту. В том невесту спрашивали, понравился ли ей жених, а жениха спрашивали о невесте. Через несколько дней родители жениха присылали свадок. О цели прихода вначале говорили намеками. Узнав, что хозяева готовы принять гостей, отправлялись за женихом с его роднёй и товарищами. Родители спрашивали у детей согласия на брак. Обычно следовал ответ, из воли родительской не выхожу. Завершал свадьбами обряд рукобития и подоржественный договор об условиях брака. После заключения договора свадили жениха и невесту посреди горницы. Жениху давали в руки графин с вином, невесте под нос с рюмками. Угощая всех, они кланялись каждому и получали подарки. Начавшись со дня рукобития, свадебные вечеринки шли по праздникам почти до самой свадьбы. На них игрались обрядовые песни и обычные хороводы. За неделю до свадьбы вечеринки прекращались и начинались посиделки, на которые у невесты каждый вечер собирались подруги, шили ей платья, готовили приданное и играли печальные песни. За несколько дней до свадьбы праздновали подушки. В комнату, где находилась приданная невеста, приходили подружки, родные и знакомые. Перевязанные шарфами, цветными платками, украшенные цветами и лентами, веселые подушечники уносили легкие вещи, а следом на телеге везли сундук. У дома жениха шел оживленный торг за приданное. Наконец, жениховая родня, во главе с матерью, принимала приданное и угощала участников подушечного поезда. Наступал последний день перед венцом, весь заполненный обрядовыми действиями. Девушки собирались у невесты печь традиционный каравай, который украшали веточками, розочками и горжиственно несли в дом жениха. В доме невесты шло приготовление к сговору и кивичнику. От песни девушек убирали невесту, заплетали волосы в одну косу, ждали прихода жениха. В доме жениха собирались родственники и знакомые, готовили жениха, одевали, учили держать себя в рабом-казаком. Затем отправлялись в дом невесты. Здесь выбирали дружку, обязанную отходчивость гостей, оберегать жениха и невесту, разносить каравай, собирать подарки для невесты, в общем, быть хозяином и полным распорядителем свадьбы. Наступал день выданья. Убранный свашкой, перевязанный через плечо платком, подаренным невестой, после благословения родителей, жених выходил к осёдранному и разукрашенному лентами и колокольчиками коню. На коней садились и его друзья. С шумом подкатывали к дому невесты на последний приступ. К этому времени невеста уже простилась с родными. Сидела на посаде, общины и шуты кверху мехом, чтобы богатой быть и счастливой. Одетая в брачный наряд, заплетённой косой, она сидела за столом в окружении смашки, дядьки и младших братьев. Братья с плётками в руках не пускали жениха к сестре. А дружка, набивая цену, выкупал невесту. Брачный поезд с женихом и невестой направлялся в церковь. По окончании венчания ехали в дом жениха, где на крыльце их встречали родителей и благословляли хлебом, разламывая над их головами большой каравай. Чтобы молодые жили в достатке и благополучии, на них сыпали приборщинами орехи, конфеты, зерно, хмель. Начинался обряд повивания. Молодой расплетали косу девичью, закладывали волосы на макушке и надевали колпак. На следующий день происходила раздача каравая. Так играли свадьбы на дону, но в каждом хуторе и станице были свои особенности. В казачьих семьях огромное значение придавалось состоянию здоровья. Веками закладывались направленность на планирование, на сохранение родов. Боялись возникновения личности, рожденном не от отца, а значит, зачатывал в грехе. Забота о ребенке начиналась до его рождения и даже до его зачатия. Так, во время свадьбы, да и после, молодым не давали ни капли хмельного. Но в обрачных работа не загружали, устраивая из первых месяцев супружеской жизни непрерывный праздник. При первых признаках первой беременности жена возвращалась девичью. Первые роды были заботой всей семьи. Молодую мать берегли. У казаков по отношению к рождению ребенка было много обрядов и суеверий. Беременная казачка не должна в праздник перепрыгивать через какую-нибудь веревку. От этого у младенца могут вырасти кривыми руки и ноги. Запрещается шить в праздники. Этим могла мать зашить ребенку глаза, и он родится слепым. Если какой-нибудь мальчик переступит через ноги казачки, могут быть тяжелые роды. Время родив должно быть скрыто от постороннего. Во время родов усиленно малились. Чтобы рожденный младенец был некрикливый, падки должны были подложить его ртом под пятку материнской ноги. Последующие роды становились актом привычным, как плеча повседневная, обычная, само собой разумеющаяся. Таинству крещения казаки придавали огромное значение. Ребенка старались окрестить как можно скорее, так как считали, что дети, умершие и некрещеные, не явятся на страшный суд. Неокрещенное дитя – легкая жертва для сглаза. Поэтому видеть его в первые дни могут только родные. Пока младенцу не исполнится шесть недель, даже его пеленки нельзя вывешивать на улице. А если через пеленки перепрыгнет черная кошка, то их выбрасывали. Чтобы дитя крепко спало, ему на глаза не должно попадаться зеркало. Перед тем, как внести младенца в церковь на крещение, его надо положить в передний угол куреня и завернуть в лохматую овчинную шубу. Путь от родного дома до церкви в день крещения – опасное дело. Если при выходе из дома встретится казак, то ребенок будет счастливым, если встретится казачка – несчастным. Во время крещения бросали шарик из воска, в который были завернуты волосы ребенка. И смотрели в чан с водой. Тонет шарик – ребенок долго не проживет, плавает в долгой жизни. Крестили ребенка в храме. На обряде присуществовали крестный отец и мать, а также бабушка, принимавшая роды. Позднее эта традиция не соблюдалась так строго. С первых же месяцев необходимо, чтобы при младенце постоянно был крест. Вернувшись в дом после крещения, младенцы опять клали в передний угол, оборачивали в овчину и повторяли Господу просьбу о милости к младенцу. Крещение отмечалось торжественным крестильным обедом. Куда приглашались ближайшие родственники. Бабушка Поветуха готовила кашу из риса и кишмиша. Угощала этой кашей гостей, которые клали ей деньги на поднос. Это была своеобразная плата за помощь при родах.